Welcome, welcome, welcome. Разыграли мы еще одного модератора. Я задал вопрос в перерыве людям, тем, кто будет смотреть записи. Если вы попадете на необитаемый остров, кого бы из лиги вы хотели взять с собой, там есть живность, там есть вода, то есть с голоду не помрете, и из-за этого вы не должны принципиально выбирать это. Но вас, по сути, через годик-через два максимум. Ну и многие варианты тут писали с оправданиями разными. Это Нидали, и Кухарка, и Охотница, и, ну, вы поняли, для чего еще можно Нидали использовать. И то, что она может приготовить, и то, что она может сохотиться, и то, что вы ее можете тоже приготовить. Кто-то там предложил, что там было еще за вариант, да, через Тамкенча как-то вернуться домой, но я не знаю, куда он будет телепортироваться. Он будет телепортироваться потихонечку, и в воду тебя постоянно бросать, и снова глотать, это как-то очень долго будете лететь. То же самое с Райзом, ограниченное, вроде ульта, далеко улететь нельзя. Потом люди дошли до конца, до того, чего я думал, но самое логичное, это взять какого-нибудь Грагоса с собой, хотя бы Бухло будет постоянно с тобой. Хоть будет не скучно, а поохотить и вместе можно. И тут один парень шутку написал, которая шутка меня порвала. Если взять Грагоса с тобой, то когда вас придет спасать, уже будет два Грагоса. Это факт, потому что с живностью не будет проблем поймать у Грагоса. Бочки есть взрывные, поэтому мясо будет у вас всегда, ну еще и Бухло будет постоянно. Так что действительно, когда приедут, спросят, вы что были на необитаемом острове, а вы такие, ну как бы да. Они посмотрят на вас и скажут, слушайте, а можно и нам такой курорт, где, оказывается, ты только полнеешь. Анечку возьму, мой любимый фильм. Понятно, понятно. Боже, берешь с собой элементалиста люкс и каждый день новая баба. Ну, кстати, да, там же семь вроде бы, да? Ребят, сколько там вариантов? Семь? Извините, я тут чай пил просто до этого, поэтому сейчас голос немножко другой. Могу еще так сделать. Вот так вот, вообще супер будет. И поехали! Типа того. Так вот, сколько там у элементалиста люкс скинов? Семь получается? Как раз каждый день, да, действительно новая девочка будет. Десять, говорят? Десять, о, слушайте, тогда это больше, чем неделя. Берешь Зак и каждый день новый кто угодно. Новый кто угодно. Я не знаю, что ты там собрался делать с его слизью. Это же слизь, это же не резина. А ты думаешь, что это резина? Эх ты, фантазер. Ви, у кого пик лучше на третьей карте? Интересно твое мнение. Еще... Ну, на третьей карте я могу сделать предположение. Я даже тебе советую, на третьей карте ставь на Дигнет. Не ошибешься. А вот на четвертой карте, которая у нас сейчас будет, будем посмотреть. ТСМ, слушайте, они походу реально не поняли, в чем проблема. Они не поняли этого. Слушайте, ребята, это реально может быть 2-2. Дигнетесы думают, что проблема была в Риксаике и убирают ее из команды. А ведь проблема была не в Риксаике. Проблема была в самом сетапе, который не смог выдержать этот урон, который могут вносить Дигнетесы в мидгейме. И там, конечно, с драконом повезло немножко Дигнетесом, они двух инферналов себе урвали. Но все равно... Да, они реально то же самое делают, только меняют одного чемпиона пока что. О-о-о, слушайте, а это проблема. Лучше бабы без бухла, чем нон-стоп бухло без баб. Ну, с одной стороны, ты прав, а с другой стороны, не знаю. Надо есть, может, а если по характеру не подойдет. Элизу забанили. На идее это за сами ошиблись. Они решили в приоритете забрать себе Заю, а не Элизу. Им надо было Элизу сейчас забирать с трэшом сразу, а Зая пусть, мол, ну, потом возьмем ее. И там не обязательно Заю вообще брать, там вариантов много. Еще Варус точно так же бы заходил. Блин, Дигнетесы испортили все. Реально, испортили. Было все так хорошо у них. Кс-1 убрали, непонятно зачем. Когда очевидно, что здесь будет снова Ксиопея взято прямо сейчас. А, не, подождите, Ксиопея забанили ТСМСы, я что-то сплю. Я просто в чатик обратил внимание. Рот завязать и характер подходит уже. Воу. Так это же будет легалегендская девочка какая-нибудь. Как ты там рот ей заткнешь? Как ты Ксиопея рот заткнешь? Как ты Калисти рот заткнешь? Люциан локинется Бьорксоном на мид. Интересный ход. Таким образом решили все же ТСМовцы что-то видоизменить. Уверен Бьорксон, что ему не составит труда справиться с любым чемпионом откиния на миде. Из тех, которые останутся. Ксиопея единственный чемпион, который является реальный контроль к Люциану. Все остальные, в общем-то, скиллбейс, либо чуть-чуть позади. Пока Дигнитеса не торопится с выбором мидера. Выбирает себе топ-плейнер Моукая. Джарван будет у нас от Шримпа в лесу контрить как раз-таки Грагаса. И задумались они, что взять. Ариана открыта, да? Но Ариану нельзя брать, это контрпик. И Талию тоже не особо хочется брать, потому что это тоже контрпик. Были еще, как мне кажется, чемпионы на миде, которые могут справиться с Люцианом. Но их вообще не играют на ЛЦС. Та же самая Катарина, допустим, ребят. Она очень хорошо заходит против Люциана. Она вынуждает его собирать Хиггс-дринкер. И дальше с Хиггс-дринкером он ничего ей сделать не может, потому что она идет в пистолет, и у нее сустейн будет повыше, чем у него. Против Маукая собираются взять Чагата, ТСМ, для Хаузера. Это скиллбейс на топе, у нас доминация Дигнитосов в лесу, доминация Бьорксона на миде, и ботлейн чуть-чуть доминирует Дигнитос, но лейт не за ними. Лейт, к сожалению, не за ними, потому что у команды ТСМ сбалансированный очень пик получается. У них есть два ады керрия, 1% урон наносит второй спинни трой, будет адовый. У них есть тру дамаг с топлейна, и магический урон из леса и от саппорта. А Дигнитос, в общем-то, на тимфайт рассчитывают, на хороший оллин по какому-то конкретному игроку. Убийство его, и потом кайт, ну блин, кайтить против ускорялок, против Браума. Ну да, золокинено все оказалось, уже Джарван будет у нас в лесу, а Маукай будет на топе, поскольку я понял. Дигнитос, по-моему, берешь с собой корки, даешь деду по голове, забираешь вертолет и улетаешь. Ну там же топливо может кончиться, какие-то вы нереалистичные. Тогда уж лучше нами какую-нибудь взять, она хоть рыбы тебя будет кормить каждый день. Помните эту шутку? Это в «Как я встретил вашу маму», да, было, по-моему, или это в «Друзьях» было. В каком-то из этих двух сериалов они для меня идентичны, ну в смысле шуток и происхождения. То есть, как бы просто один сериал был в 90-х снят, а второй сериал был в конце, ну точнее, не в конце, а в начале 2000-х. Ну там не совсем в начале, в 2002-м, по-моему, старт и 7 сезонов, да, до 2009-го или даже позже. Нет, позже, до 2011-го, где-то 2013-го шло. Значит, он позже начался, где-то в 2006-м начался сам сериал. Ну, короче, кому нравится сериал «Друзья», всем советую, как я встретил вашу маму, посмотреть. Он, ну, более такой продвинутый в стиле шуток. Но при этом оставляет дань сериалу «Друзья», и сами они этого никогда не отрицали. Ни сценаристы, ни сами актеры, много очень даже отсылок было в нем. 9 сезонов, говорят, там 9. Оно значит где-то 2004-й, 9 сезонов, по 2013-й год где-то так идет. Ну так вот, и в нем там была эта шутка. С какой русалкой бы ты хотел встретиться, типа с русалкой сверху или с русалкой снизу? Ну вот, типа того. Как называется сайт, типа Вики по Лолу? Пишешь имя любого чемпиона и вводишь слово «Вики». Ну, W-I-K-I. Или ты хочешь по статистике. Если ты по чемпионам, то вот то, что я сказал. Чемпионы Вики. Если ходишь по командам, то вводишь название команды и Вики. Ты выйдешь на Геймпедия, либо на Лигопедия. Просто так я не могу тебе точное название дать этого сайта. Через подсказки Google пользуйся. Ну, я думаю, Яндекс тоже дает подсказки такие же. Я бы так спросил, почему в ЛЦС Америки нет американцев? На МИДИ так вообще одни европейцы. Ну, я тебя немножко удивлю. Этот вопрос был уже однажды, ребят, на моем стриме. Я на него ответил точно так же тогда. Я тебя удивлю немного, но в Америке вообще нет американцев. Американцы, как нация, не существует такой. Американцы — это стиль жизни. Если ты не в курсе. Американцы коренные — это чилийцы. И аргентинцы в некотором роде. Вот это коренные американцы. Но они находятся все на юге. Североамериканцев, как таковых, не существует. Их всех истребили, если ты историю не знаешь. Там полный холокост был. Только холокост был относительно евреев, а там был холокост относительно общего населения. Это все европейцы изначально. Коренные американцы — это индейцы. Так их нету больше, ребят. То, что там нам говорят, это... Ну ладно, я не буду, конечно, поднимать эту тему, существуют ли они еще или нет. Говорят, что племена еще какие-то остались, численностью в 25 тысяч человек. Ну, спросите любого орнитолога, хотел сказать. Этих людей, которые с людьми занимаются. Они скажут, что, чтобы считать нации, у них должна быть своя территория, ребят. Это раз. У них должна быть своя языковая группа. Это два. И у них должна быть численность населения больше 100 тысяч. По всем этим пунктам индейцы не подходят. Поэтому индейцы — это... Это как хоббиты, ребят. Они тоже вроде бы есть, хоббиты. И эльфы, они тоже есть. Только их нет. Ну это ладно. Это просто можете прогуглить на эту тему. Может, что-нибудь интересное выяснить. У нас тут улынчик идет. Антропологи, да. По-моему, антропологи, ты правильно говоришь. Свинс Керрина здесь поймают и убьют. Он довольно интересный ход провел. Шримп, сейчас объясню. Я за этим всем следил. У нас пришел на ганг Свинс Керрин. Ганг у него не удался. После этого он от скуки пошел брать себе красный баф. Но за ним все это время следовал, попитал Самдей. Он подумал, ну Самдей идет, ничего страшного. Но почему-то вместе с Самдейом еще отправился туда и Джарван. В итоге они его убили. Вдвоем. Как думаешь, почему не берут Физа на мид? Вот сейчас бы он порвал Люциана. Ну, я говорил, что есть еще парочку чемпионов, которые с ним хорошо стоят. И назвал Катарину в пример. Но это не означает, что Физа я не упоминал просто потому, что не упоминал. Но Физ, да, ты прав. Он хорошо бы здесь зашел. И Физа у нас пикал Фейкер в последний раз. Сколько я помню, на ЛЦС. И еще Физа пикали на ЛМС в финале. Я потом играете пересматривал. Там тоже был он. Ну, там он был, потому что Весдор. А так Кинни, наверное, просто не играет на нем. Контроль магии и все. А как Физу проходить через трех танков? Это не его работа проходить через трех танков. Через трех танков надо проходить как раз таки от Декерри, а его работа фланговать и добираться до Кагмава. И с этим бы он справлялся. Здесь я полностью согласен. Потому что если бы... Ну, Физа это обычно флангующий чемпион. Вот вы некоторые, наверное, не смотрите мой стрим. А если я играю еще в Солоку, а я иногда играю в Солоку, то у меня есть второй мой по популярности чемпион. Подожди, давайте посмотрим на Тауэрдайв, который, мне кажется, не должен получиться. А, я не заметил, как Кинни сюда подходит. Но сам Дэй все равно умирает. То есть даже, видите, при таких условиях, но сам Дэй умирает. А Кинни был с хилом? Что? Кинни не дал хил? Не спас? Шрим тут разворачивается, сражается, отфлэшивается. Суэнд предугадал, что будет флэш в эту сторону, и сразу дал Ешку туда же. Я думал, Люциан контрит Физа. Он контрит его, это громко сказано. Знаешь, он как КС-1 его контрит. Просто стоит немножко, просто ласхитит крипов. Лучше, чем он. А потом Люциан начинает задавать вопрос, а где баланс Риута? Где просто баланс? Почему тебя не банят за рестрим? Всех, у кого член 25 сантиметров и больше, не банят за рестрим. Это новые правила, введенные на Твиче. Я соответствую этим правилам, и поэтому все хорошо. Потому что, ну если без шуток, то потому что Риута не банит никого на Твиче за рестрим своих каналов. Это их политика. Наша игра должна быть популярной. Наша игра бесплатная во всех отношениях. Наши стримы бесплатные. Приходите, смотрите. И мы не против того, чтобы кто-то рестримил. Вот. Тут у нас, кстати, Адриана поймали. Сейчас еще одна автоатака, он попадет в стан. Шримп хочет сделать контрганг, но так побаивается, побаивается. Фонарик был поставлен, Шримп прошел мимо. И да. Все же нашел он один вард. Ну, раньше же банили. Приведи пример. Потому что для меня это сенсация. Я знаю, что раньше банили ИЕМ. А ИЕМ никакого отношения к Риутам не имеет. ИЕМ проводил свой турнир по Лиге Легенд с разрешения Лиги Легенд. И у них был свой собственный стрим на своем собственном канале, ESL который. И вот они делали бан. Это факт. И поэтому я, когда стримил ESL, постоянно не стримил на Twitch. Потому что знал, что на Twitch мне это забанят. А Риутский, тут все нормально. Сейчас жалоб накидаю и посмотрим. Ну, раз тебе станет так легче, кидай. Кидай, не волнуйся. А я потом палок твоей мамки накидаю. Я думаю, она тоже против не будет. Ну ладно. 2-1 у нас счет в пользу команды Дигнетес. Шримп у нас здесь попадает небольшая проблема. Перекидывание по трем игрокам дает Кинни. Но нужен здесь еще один игрок. Где же Маукай? Маукай дает апокалипсис свой. Но пока он до сюда доберется, Кинни уже погибнет. ТСМ и какой-то дурацкий заход сделали в синий лес. И он у них прошел, ребят. Прошел на ура. Ну вот Орингс сейчас как раз признает, говорит, что действительно это было с ESL. Потому что ESL это, ну это другие совершенно ребята. Другая контора, они очень жадные. Реально очень жадные ребят. Ну что-то как-то да, странновато немножко Шримп здесь поступил. Он видел, что синий баф у них воруют. А у них даже там Вардецкий стоял за спиной у команды ТСМ. И все, но он пришел и все. Кто-то в ДОТ переиграл. Да нет, не переиграл. Пойдет за репорчи. Давай, Ерун. Кто жадные? ESL-овцы жадные. ESL-овцы жадные. Кто не в курсе. Они на бафки-то кидали даже несколько раз команды. Команды. И это даже по КСу были и по ДОТе. Было такое дело, ребят. Это все факт. И потом они, конечно же, отдавали деньги, потому что, ну, организация за свое имя все же борется. Если они начнут передавать комментарии штатным российским членам Риотов, возможно, политика изменится. Но у Риотов денег тоже не навалом. Если я начну передавать комментарии штатным российским членам. А, ты про этих? Вчера, ребят, сейчас немножко ЧСВ будет, немножко ЧСВ. А вчера, насколько я знаю, штатный российский Ру Риот позвал штатного российского тренера комментировать внештатный финал Кореи. И я, конечно, не видел их, потому что я был реально занят тем, что комментировал Корею в финал. И я не видел, сколько у них было людей. Но учитывая, сколько было у меня людей, что-то мне подсказывает, что у них кроме ботов никого вообще не могло быть на стриме. Так что, думаю, они не позовут. Увидев числа, которые здесь происходят, они просто пожадничают в этом смысле с точки зрения денег, потому что это невыгодно. Уж лучше надеяться на таких вот рандомных комментаторов, как здесь, и еще там парочку есть людей, у которых действительно есть зрители. А там я что-то чувствую, вообще не было зрителей. Но я не знаю этого. Я, честно, вот не посмотрел. Но мне там просто угрожали, так сказать, в личку писали про это. 800 было там. А сколько ботов было? Ты проверил? Потому что я знаю, что на ЛЦЛе в полуфинале были боты. Про это мне тоже писали в личку, мои зрители. Проверяли. Так что еще это надо узнать. И учитывая, кто там комментировал, ребят, я не удивлюсь, что там реально был бот. Были боты. Потому что у этого человека на его индивидуальном-то канале боты были в свое время. А, там Дел Рей, видимо, один из его канала, я понял. Ну ладно, Дел Рей, я с тобой больше не разговариваю. Мы сейчас будем смотреть дальше оставшуюся игру, ребят. Простите, что так... Ну, сегодня довольно, действительно, скучные полуфиналы получаются. Вот третья игра была хорошая, хорошая с точки зрения макро происходящего. Но, по сути-то, это стандарт. Ну, есть сайт, проверяющий ботов, можешь зайти и проверить. Можешь пройти по сайту и посмотреть. Много очень есть сайтов на эту тему. Увидишь, что у меня сейчас на канале нет ни одного. А потом можешь пойти и посмотреть любого человека из РУ-сегмента по Доте. Чтобы просто понять, что сайт работает. И ты увидишь, или даже по Харстоуну у некоторых можешь проверить. И ты увидишь, что там люди ботоводят по-жёсткому. А кто-то проверял именно ЛЦЛ, чемпионат полуфинал. И скидывал мне данные, что там были тоже боты. И это меня расстроило очень сильно. Надеюсь, что это была случайность. Если что-то не они их запустили, а просто им запустили какие-то обычные пользователи. Или это я просто, ребят, вам говорю, ну как было. Боты комментят ботов и смотрят боты, как комментят боты. Да, это, кстати. Кто, по твоему мнению, выиграет четвертую карту? По моему мнению, я же уже сказал. TSM и Flat Game сильнее. Дигнитесом надо опять давить. Но у них сейчас гораздо слабее сетап в Early Game. И они его еще и проигрывают. Проигрывают, причем прилично. Мне сейчас вышку еще отдадут, пока мы тут не досмотрели. У нас уже... Кто сильнее, Riot или Украина? Да, хороший вопрос. На него отвечает только господин Навальный. В Корее Лангжу победили? Не буду тебе рассказывать все из записи на YouTube, которые ты тоже можешь посмотреть. Я даже не знаю, знаете, настолько мне весело отральбасить тех людей. То есть я просто знаю, ребят, я прекрасно понимаю, что есть люди сейчас, которые пришли новенькие. Но те, кто новенькие, они адекватные, они понимают, что здесь сейчас происходит. Проверка на накрутку. О, кто-то проверил на накрутку. Давайте я тапнусь. Проверю проверку на накрутку. Давайте. Авторизованных, не авторизованных ботов вообще 0%. Аккаунт не накручивает. Проверь, Ерун, тогда сразу же. Любого дотера. Просто рандомного дотера возьми и все. А я вернусь немножко к игре. А то бедненькие люди, которые меня первый раз в жизни видят, они думают, откуда здесь люди сидят. Здесь люди сидят за качественной аналитикой, которую я провожу периодически. Но сейчас эта игра уже ничего не значит. Мы ее комментируем просто потому, что вы хотели, чтобы я ее прокомментировал. Вы на нее донатили, кидали деньги. Я вас не обманываю. Когда. Другое дело, что игра получилась такой скучной, где TSM на голову сильнее команды Dignitas. Dignitas смогли в предыдущей игре победить. Но это была просто победа. Одна победа из трех, которую надо сделать, а три они не сделают здесь, ну никак. И эта игра, они провалили тем, что просрали свою Элизу. Они проиграли ее на банных пиках. Без Элизы они ничего сделать не смогут. И мы это уже с вами увидели. Они сделали килл на Свенскерене, и после этого Джарван куда-то потерялся. Потом Джарвана вообще убили. И сейчас они потеряли вышку, и минус 3000 идут. Ну и что им тут делать теперь? Я бы в соло-ку уже спамил FF, но это не соло-ку, это про сцена. Поэтому подождем, посмотрим. Да, корень слова аналитика. Ну так нормально. Забанить вас что ли? Да ладно, не убан. Пусть живут золотые рыбки. У них же память, как у золотой рыбки. О, кого-то проверил. Давайте, просто проверим, что проверено было. Блин, а куда ты скинул? Ну, во-первых, в личку тогда кидай. Просто Ерун он админ, поэтому он мог кидать ссылку. Там говорят, что проверили первого человека по доте, там 5000 зрителей у него не накручивает. Ну, возможно, значит, он популярный, тоже нормальный. Просто чаще всего, я почему доту предложил, потому что в доте молодые вот эти вот появляются зрители. Ладно, надо тогда было сказать, что уже девочек проверь. Большинство случаев, где есть накрутка, это у девушек-стримеров. Но покемона не подойдет. Покемона она честно стримит. А сабы могут линковать? Насколько я знаю, этой функции нет ни у кого, кроме админов. И самое обидное, что сабам нельзя ее добавить. Я бы с удовольствием ее добавил. Кейсик, вот там кто-то скинул в кейсе, накручивает, что пипец. Ерун, скинул. Что-то другое. Нет, тут ничего не накручивает. Ну, видите, значит, я не знаю этого. Картмен заебись. Такой прикольный ник у него. Реальный классный ник. Опа, все. Ладно, вернемся в игру. Давайте посмотрим до конца игру, добьем. А потом, ребят, поговорим про накрутку, про размеры и про все остальное, о чем вы хотите говорить. Ну, здесь хороший хук был от трэша, но за этот хук его же и покарали. После чего Альтек без, конечно же, своего саппорта справиться не смог. Попытка команды Дигнитос была сделать тавердайв 4 в 3, но они его опять неорганизованно провели. Трэш поймал хуком одного игрока. Не было рядом еще Талии, не было рядом еще Джарвана, потому что медленно он туда передвигался. Ну, и они потеряли в итоге двух игроков. И где-то еще умер Самдей. Мы этого, кстати, с вами не увидели, где умер Самдей. Но он в повторе, сейчас наверняка, это покажет. Наливайте Дигги, да? Просто, ну, без обид, ребят. Ну, серьезно, когда я вижу, что игра уже проиграна, ну, как-то, если эта игра ничего не значит, и реально команды, я вижу, что не особо стараются, а Дигнитос, я вижу, что не особо стараются. Они даже не попытались сделать тот же самый пик, который сделали в предыдущей игре, где победили. А такой Кога билд нормальный? Да, абсолютно нормальный. Так, а где умер Маукай? А, Маукай поймал Люциан, я вижу, его расстреливать, и там, видимо, Чигат сейчас перепрыгнет, и... А как он туда перепрыгнет? Стойте, его Люциан просто в соло убьет Маукая? Да, его Люциан, Бьерксон просто в соло убил Маукая снизу. Вот, смотрите сейчас внимательно. Бьерксон убьет в соло Маукая. Это точно можно выходить, если твой основной танк умирает от их мидлейнера один на один без каких-либо шансов. И при этом, как бы, на бароне камбэк. Угу. Отлично. На бароне. Против Чигата, Грагаса и Браума. На бароне камбэки, кто не в курсе, чаще всего организуются только через ту ситуацию, либо оппоненты уже битые идут на барона. Такое тоже бывает. Ну, знаете, там провели сражение, у них осталось 4 битых игрока, у вас 2 целых игрока, и вот они вчетвером битыми пошли забирать барона. Камбэк. Чаще всего барон камбэк происходит, когда у вас нет танков, и вы идете на барона. Дело в том, что барон режет вам статы. Это первый пункт, который вы должны прекрасно понимать. И самое главное, ребят, то, что кто-то должен танковать барона. Если у вас 3 танка, у вас есть целых 3 варианта, кто будет его танковать. Просто ставите танковать. А порезанные статы не так сильно повлияют, если у вас изначально есть много танков. Вот и выходит, что вы слить на бароне почти не можете. Ну, вот такой вот рандомный килл можно сделать на Байфройсте. Поймали его через Сталисовскую ульту, через Джарван ульту здесь не тратил, да. Но этого недостаточно. Это все равно 5000 отставаний. Это все еще есть. У Маукая 0 армора и куча магреза. Там без шансов против Люциана. Ну, кто его заставил покупать спирит визаж? Я его не заставлял. Что-то это был ты? Не понял, зачем ты заставил его покупать магрез? Кто-то скажет, ну там же Чигат, который трудомаг наносит через ульту. А как бы джанглер, мерок хватит. Ну, короче, вообще обычно Маукая собирается. Сейчас точно так же, как и Чигат. Кто-то не в курсе. Первым предметом он собирает просто ботинки там, а вторым предметом делает Райт Лос Глод. И у нас хороший ол-инк здесь от Свинскерина через флеш, но Кенни реагирует и отфлешивается в сторону. Минус вышка будет сейчас здесь на меде. Тем временем сверху убивает вышку на топе у нас Альтек. И дальше не пойдет. Ну, потому что на него уже выехали. Да и вообще он заработал то, что хотел. Райт Лос Глоди будет собран сейчас вот сам Дэя, но гораздо позже, чем хотелось бы. Следующим предметом у обоих игроков должен быть как раз-таки Гаргуля. Ну, Хаузер сейчас через Вармок идет, понятное дело. Ну, посмотрим. Не могу линковать. Я, кстати, погуглю это. То есть не погуглю, а посмотрю, почему Байфрост не отфлешился. Ну, я так понимаю, он через эту стену-то не мог отфлешиться, она толстая была, утолщена была через Кеннисовскую льту, а вернуться к более узкому пространству он там нигде не мог, и поэтому решил флеш не тратить. Просто к стенке туда куда-то флешиться бессмысленно. Минус вышка на видео, кстати, а что, те самые... Не-не-не, они решили ворваться и отобрать назад. Скинь в личку, я скину в чат. Ну, вы там нашли кого-то? Просто они сорендили на твоей памяти? Да? Два раза. Два раза сорендили. Одну команду за это потом наказали, насколько я знаю. Другую не наказали. Ну, а потом Риот, так сказать... Ну, они к этому относятся очень правильно. Я понимаю, ребят, вот те, кто из Доты, вы не понимаете, почему запрещено сорендить здесь. Здесь не то, чтобы запрещено, это не принято так. Так, и сейчас я вам это попытаюсь объяснить, но сначала давайте посмотрим на тимфайт. Шикарно здесь стеночку ставит Байфрост и останавливает ульту Талия, не дает перекрыть выход ему. И там Бергсон, по-моему, еще попадался. На Дракона смещается команда ТСМ. У Дигнитусов есть уже один Инфернал. Вот за это можно попытаться зацепиться и два Инфернала себе урвать. Но здесь надо это любой ценой забирать Инферналы. Пока проверяют просто кусты. Там Пинквард сразу же сам Дэй захватывает эту точку своим Пинквардом. Правда, там другой Пинк ставится, но все равно продолжает у нас Каузер забирать Дракона. Нужно, чтобы туда подходил у нас Шрим. Шрим подходит и проигрывает смайт войну. Его вытягивает на фонаре. И пошел лолин от команды ТСМ. Правда, там хороший проказ от Альтека. И заходить в темноту не рискнуть. ТСМ-овцы, да, они свое выполнили. Инферналы назад отыграли. Потерянная вышка на мидеет не так страшно. Да еще, на самом деле, можно и повоевать за эту вышку. Ой, хорошее подкидывание. Тут же идет Байфрос, дает еще одно подкидывание. Моя Кауэйская ульта. Цепляет четырех игроков, но надо будет отойти. И ТСМ-ом, и Дигнитасом. Никто здесь дальше воевать не может. Стена Ниви прерывает стену Талии? Не, не, не прерывает. Здесь-то прерыв идет отключение этой стены из-за того, что у Браума он останавливает любые Projectible, так называемые спеллы, в которых есть анимация полета. Он их все останавливает. Так как есть анимация полета у ульты, он ее остановить может. В этом и прикол. Все спеллы, которые появляются мгновенно, он остановить не может. Точечные спеллы тоже не может. Если они, ну, точечные, которые просто появляются в тебе сразу. Ну, к примеру, Зедовская ульта, он в тебе, типа, появляется, это остановить он не может. А вот все, которые летят хоть как-то, это он останавливает. Так что насчет Сорендеров? Ну да, я просто говорю, что многие из Доты, приходя сюда, не понимают, почему такого нет. В Доте, во-первых, другая механика игры совершенно, ребят. И в Доте действительно бывают такие моменты, когда камбэкнуть почти невозможно, так кажется. А убивать здание очень долго и муторно. И поэтому приняли уже решение, что есть кнопка FF, типа, ГГВП пишите в чат и сдаемся. Через шишку у нас ТВСМы перепрыгнули, начали делать на Шора в дворыло. И Джарван до этого дела догадался, идет тут отменять. Но сейчас это может быть минус Джарван, и тут Талисовская ульта ловят Байя Фроста. Сам Дэй дает свою ульту. Байя Фроста надо здесь убивать, конечно же. Перекидывание раз, перекидывание два. Байя Фроста погибает. Экзост он свой не тратил. Но нельзя будет на Шора делать сейчас Дигнетесом. Надо попытаться снова мид продавить. Не дает мне рассказать про это. Ну так вот, в Доте понятно, почему есть Сорренд. В Лиге Легенд, во-первых, нет проблем с завершением игры. То есть, действительно, нет такой проблемы с завершением игры. Когда у команды появляется преимущество, всего лишь остается убить один ингибитор, две вышки и Нексус, и ты заканчиваешь игру. То есть, понимаете, количество убитых зданий настолько маленькое, что мы с вами, как зрители, даже если мы увидим сражение в центре карты, где одна команда побеждает другую, не особо будем париться из-за того, что они еще 30 секунд потратят на убийство этих зданий. Когда в Доте на это придется потратить почти 2 минуты. Серьезно. Вы вообще видели, сколько там зданий надо убить? Можно сразу, конечно же, попытаться тык сделать в этом, но там еще есть Глиф, который не дает убивать здания. Там первый барак, второй барак, потом маленькие полубараки вот эти идут, которые усиливают тоже еще крипов. Потом идут вышки. Короче, очень много всего надо убить, чтобы пройти туда. Ну, кроме ситуации, конечно же, где тоже уже здания все убиты, и вы выигрывали сражение на миде, и тогда идете заканчивать. Но обычно в таких играх и не выходит никто, просто ГГВП. Как факт пишут, но иногда не выходит, а досматривают, как тебя здания добивают. Там говорят, что 5К преимущество ТСМ превратилось всего лишь в 2. Ну, там в 2,5 вышки отыграли. Дигнетес очень хорошо. Кто не заметил, они вот сломали вышку на миде. Много крипов заденаялось для ТСМ-овцев на топе. Они там об вышку все умерли. Это все они не собирали. Это деньги, которые они потеряли, по сути. И теперь я вернусь к мысли, почему же Сорен здесь запрещен. И в доте, я считаю, надо было бы тоже тогда запретить по этой же причине. Это шоу, ребят. Это кибердисциплина. Хоть и кибердисциплина, но это все равно шоу и спортивное мероприятие. Сейчас. Не дадут мне договорить. Хаузер фэйсчекает. Хук мимо Бьерксона. Но Хаузера очень сильно продамаживает. Он тут же отслышивается, понимает, что будет беда, если он туда залезет. Куча вардов была поставлена в этот куст. Дигнетесы выбьют все эти варды. Но ловушку снова делать не смогут. Они контроль над медном потеряли. И им нужно сейчас очистить этих крипов, которые пушатся в их сторону. И главное, занять позицию получше. Таллия дает ульту. Отрезает просто ТСМовцев. Но классно Байфрост. Отключает все. Хорошая ульта могла быть от Грагаса. Но Адриан реагирует и отфлешивается. Вот это будет плохо. Самдей находит возможность ворваться в двух керри команды ТСМ одновременно. Впрыгивает туда Шримп. Но понимает, что надо вернуться к своей команде. Таллия дает ульту и останавливает Грагаса. А свою ульту отключает двух игроков ТСМ. Но это минус Самдей. Извините, Шримп остался в живых. И минус Свенскерин. Топпер и Джанглер обменялись жизнями. Команда ТСМ, мне кажется, выиграла все равно этот бой. Недостаточно танковый еще Самдей. Ну так вот. Теперь вернемся к спорту. Здесь есть определенный факт, при котором одна команда побеждает другую. Согласны, ребят? Есть такой факт. Это факт, это когда убивается Нексус. И в спорте тоже есть такое. Есть заключение по времени, есть заключение относительно какого-то счета. Когда ты добираешься до какого-то счета и побеждаешь. И вот в этих играх, даже когда ты чувствуешь, что ты уже проиграл, люди же не уходят никуда, а продолжают играть до конца. Кто-то вспомнит про шахматы, что в шахматах есть, где руки пожимают и сдаются. Ну тогда у каждого правила есть исключение. Это единственное, что я могу сказать. Хотя в шахматах зачастую тоже все заканчивается именно матом. Просто его просчитывают обе стороны. Спокойно видят, что через 5-6 ходов будет мат неизбегаемый. То есть никак его не избежать. Нам его показывают, как зрителю. Но при этом сами игроки его не доделывают. Иногда, да, такое там есть в шахматы. А так, да, было бы то же самое, что многие команды при 80-85 минуте по футболу просто при счете 4-0 уходили уже в раздевалку. Ну что это такое? Зритель может уйти. Команды до конца играют. Это уже спортивное мероприятие. Инфернал Дрейка профукали у нас TSM-овцы. Пока я вам добил всю эту мысль. Который, я согласен, что иногда есть случаи, где можно прожимать FF действительно и сдаваться. Но зачастую вот даже взять эту игру, видите, дают бой Дигнитеса. Но здесь это уже вспоминаем ту самую лягушку и приготовление лягушки. Мне кажется, именно это здесь происходит. Хотя они урвали Инфернала. Инфернал дает им небольшой шанс опять камбэка. Они получают опять 8% шанс преимущества. И мы вспоминаем с вами, как Шримп не пересмайтил TSM-овцев на том третьем драконе. Если бы он его пересмайтил, сейчас бы такое адовое преимущество команда Дигнита смогло быть в лейтгейме. Ух! TSM-ы стараются изо всех сил слить эту игру. Они теряют контроль вижена постоянно на нашоре. Они ни черта там не видят, в темноте играют и не могут фейс-чекать, потому что у оппонентов есть трэш с талией. Талия отрежет игроков, трэш даст хук. Единственное, как TSM-ы могут туда заходить, это пропушить мидлейн и заходить всей командой. Пропушить мидлейн и заходить всей командой. Вот это единственная возможность для них. Но, видите, опять пропушили, зашли, но сейчас быстрый отпуш пойдет. Ой-ой-ой, слушайте, а тут у Шримпа небольшие неприятности, не-не-не. Он просто хотел потянуть время, но, может быть, даже флангануть, но не получилось у него, видите. Все-все, смогли, TSM-ы справились со своей работой, наконец-то. Как пересматить ульту Чагата? Ну, мы сегодня видели, как Нуну пересматили, ребят. Так что ульту Чагата, это детский сад, еще проще. Опа! Вот и неудачка от команды TSM. Сделали врыв, где, не успевая до этого врыва, добраться в дабллифт вместе с Бьороксоном, потом Талия дает ульту, отрезает тех, кто не успели туда забежать внутрь, и минус Гарагас. А знаете, что это значит? Это на Шора можно брать, и не можно, а нужно. У вас много урона, плюс 16%. У вас есть смайт, это обязательно вы должны делать. Маукаевской ульты, к сожалению, нет, но есть Джарвановская ульта. Джарван теоретически может просто делать сейчас вырыв, если слишком близко подойдут ТСМ-овцы. Джарван подумывает об этом в рыве, но пока его не проводит. Шримпа продамаживает, хороший хук. Шримп промахивается, боже мой, как так-то? Как ты промахнулся эту комбу? Он просто на месте ее сделал. У меня тоже такие бывали моменты, но, блин, ребят, я не на ЛЦСе. Как можно было промахнуться? Он просто кинул под себя флаг и Ешку, ой, и Кушку дал под себя тоже. И прыгнул на месте. Но на Шора пришла теперь команда ТСМ, потому что Грагас у них воскрес, и они знают, что Шримпы они продамажили Адова. Но, правда, это немножко рискованно. На Дриан промахивается хук, но думал он, что Люциан Ешница вперед. Но тот не подошел. На Шор? Не, не пойдут ТСМ-овцы, они... Рекол нажимает, он дабл лифт, он так просто... Постояли-постояли, варды захватили, и ТСМ-ы хотят сбэкаться и закупиться сейчас. Благо, ну, Дикнтеса в ответ ничего забрать не смогут. Да, там, кто не понимает, в доте... Бараки не респаются. То есть ингибиторы, кто из Лиги Легенд слушает вот это вот все, у них ингибиторы не восстанавливаются. У нас ингибиторы восстанавливаются. Именно поэтому там есть случаи, когда, убив и сделав супер-мопцов, чтобы не ждать, пока команда среколится и вернется, многие просто сдаются. Ну, и бывают игры по 15 минут. Конечно, тоже есть игры по 15 минут. Это везде есть. И здесь тоже у нас есть по 15 минут. Правда, из-за того, что мы здесь не FFM, мы досматриваем эту игру еще 23 минуты. Там счет-то абсолютно какой-нибудь. Там 17-1 идет игра. Ну, что тут делать? Так, да. Там все бараки поломал по две штуки с каждой стороны, потому что там есть бараки, отвечающие за дальнобойных и за ближнебойных крипов. И начинают идти супер-мопцы дальше. Вот она и проблема. Ну что ж, давайте посмотрим. Подкидывание. И хук хороший. Каузера будет перекидывать. Он не может прожать горгулю адекватно. Он прожимает ее. Кстати, он все равно срабатывает на трех игроков. И сам Дэй погибает его. Съедает как мап своими выстрелами. И чагат своим фистом. И нечем ворваться. Просто нечем. Шримп, почему же ты не ультуешь-то? Шримп, ребята, работа... О, хороший хук. Но не было рядом Кинни, не было рядом... Блин, Джарван не сочетается с Трэшом. Вот я смотрю на это. Я понимаю, ну, то есть Шримп пытается отыграть здесь за Джарвана точно так же, как он играет за Элиза. То есть он хочет дать просто комбой и отойти в сторону. Комбой и отойти в сторону. Но Джарван немножко другой чемпион. Джарван должен быть тем, кто отрезает игроков. Он дает свою ульту и не дает подойти Северке. Помните? Помните ту игру? Северка, которая не смогла подойти. Правда, тот Джарван был из ее команды. Но по сути ведь Джарвановская ульта тогда все испортила в тимфайте. Подкидывание здесь идет Хаузера, но мимо. Пошла ульта, которая отрежет команду ТСМ. И они от нифиг дела делают врыв. Но Хаузер без статов очень сильно страдает. Прилетает сюда Самдэй. Делает прыжок. У него нет все еще ульты. Дает откидывание. Как же много урона идет от команды Дигнитес. Надо дальше идти, ребят. Дабл дифта сейчас кончится. Дабл дифта сейчас кончится. Игрокам. Джарван, заберись же. Нажми кнопку. И хочет он езжать. Телепорт нажимает у нас Хаузер. Ну, сейчас рекол точнее. Потом через телепорт сюда вернется. И очень похоже на то, что это будет поражение. Ох, какая ульта от Беоргсона. Пошла по Адриану. Прилетает Хаузер. Продолжает делать на Шора. Очень битый Адриан. Шримп может вернуться в этот тимфайт. Но у него нет пинквардов. И он включает режим засыки. Да. Ну, на Оушендрейка пошли. Хоть что-то урвут себе Дигнитес. Но ТСМ отлегло на самом деле. Потому что затяжная такая битва была. Они убили Самдея. Потом Самдея на телепорте вернулся. Он с фулл ХП, все ульты откатились. И ТСМ вдруг поняли, что что-то как-то мы многовато ХП потеряли. Сейчас нас могут так и ваншотнуть. Почему Дигниты стали Барона бить вообще? Потому что тупые. Подойдет ответ? Потому что они решили, что у Хаузера нет телепортации. Они же убили. Ну, много ХП сняли у команды ТСМ. Убили почти что игроков. И решили, что те не вернутся. Ну, а те четверо остались. А один пошел на реколы через телепортацию и вернулся. Уже чуть не сделал ставку на Дигнитес. Не надо делать ставку на Дигнитес. Они просто слабее играют, ребят. Ну, это мы отметили в первой и второй игре. Именно поэтому я так вальяжно комментировал вот эту четвертую игру. Потому что увидел, что они умудрились выкинуть даже на банных пиках игру. Взяли себе этого бесполезного Джарвана. Ну, то есть Джарван не бесполезный. Но если он будет только комбинироваться с чем-то. Здесь он комбинируется с Маукаем. И он не играет в Джарвана. Он играет в этого Чикен Фора. Джарван 4, Чикен 4 он играет. Именно вот с такого петушка четвертого, ребят. У него столько было возможности нажать ульту и попытаться выжить. Но он всего боится. Ну, ладно. У Кога всего 3 айтема, это ГГ. Ну, да. Уже есть 3 айтема. Еще на подходе к QSS, ну, законченной. Все верно. Вот Лекс еще добавил одно изменение. Ну, не изменение, а такое. Разновидность получается. Разность, извините, разновидность. То слово говорю. Разность между Лигой Легенд и Дотой. То, что в Доте действительно может быть счет 11-1. И одна команда имеет уже колоссальное преимущество над другой. И даже имея такое же преимущество здесь, у нас в Лиге нельзя будет выиграть. Это было во многих патчах исправлено. В патчах пятого сезона, кто не помнит, в пятом сезоне, почти все игры были односторонние. Реально, в пятом сезоне, ребят, это, по мне, самый скучный сезон в Лиге Легенд. Самый крутой и веселый сезон в Лиге Легенд, как мне кажется, был четвертый. Самый скучный был пятый. Дело в том, что, во-первых, там скучные чемпионы были. Самая неразнообразная игра была в тот момент. Мета просто выстраивала всю игру. И одновременно с этим, если ты заполучал преимущество, проиграть вообще почти невозможно было. Сейчас она более сбалансирована, но почему я не называю ее тогда более интересной? Потому что все равно мета двигается. Мета заставляет вас выбирать то, что нужно играть. Я с горем пополам играю, и Лизу, и Эвелинку все равно. Ну, и Лиза сейчас, слава богу, она в мете, и поэтому я могу ее играть. Но Эвелинку я просто каждый матч, я боюсь ее пикать, ребят, сейчас. Потому что, блин, даже с моим уровнем игры на Эвелинке я ничего сделать не могу. Ты просто ходишь и охреневаешь с того, как тебя Грагас просто с прокаста почти ваншотает. И ты такой думаешь, что это нормальная такая игра? Парень играет в танк, я ему ничего сделать не могу, он меня убивает. Спасибо, Риоты. Я попытаюсь сделать из Эвелинки танка, не буду наносить урон, и все равно буду умирать. Ну, типа того. Ну, это так просто. Ограниченность многих чемпионов влияет на мету очень сильно. Вот мы к Грагасу сегодня пристали, да? Ну что, довольны там зрители, которые паниковали, что... Почему на этом стриме только про члены шутят? Потому что у нас здесь проблема. Мы же в Лигу Легенд играем. Что там он еще написал? Подождите, там просто этот комментарий, который меня задел про члены мамок и еще что-то он сказал. И всего лишь 10% аналитики, и то хуже, чем на ЛЦЛе. Вот когда он сказал, что он сказал тот парень. И меня это задело, и я решил вам покомментировать концовочку. Но зато он спровоцировал нас. Хороший хук, кстати, по Свинскере, но перекидывание не успевает дать. Кинни опять им промахивает. Вот была бы Элиза. Ой, как я жалею, что Элизу они взяли здесь для шримпа. Ну или кого-нибудь еще, кто мог бы быть тоже неплох. Что-нибудь там, типа Шаршик. Шаршик мне бы понравился. ТСМ-овцы открыли ингибитор один, но забрать его не смогли. Сбека у Кагмауа сейчас начнет уже собираться. Последний его предмет. Люциан, кстати, начинает терять свою актуальность. Не в курсе. У Люциан остался тоже последний предмет. Обычно его делают БТ. Но я не удивлюсь, что Берксон, учитывая, что собрал Фантом, уже может себе собрать теперь еще инфин. Ну, чтобы было просто 50% критов. Но обычно делают БТ, потому что Люциан это а-ля такой, знаете, лейтгеймовый танк Адекерри, которого ты хрен убьешь, он отхиливается. Билд очень похожий на Ясу. То есть получается в итоге, только у него за место Фрозенмаль это Блэк Клевер идет. А так билд точно такой же, как у Ясу. Обычно делают на Люциана. Дело в том, что ты делаешь эти прыжки, урон наносишь, восстанавливаешь себе ХП, ведь все три автоатаки тоже тебе восстанавливают ХП. Ой, не три, а... Ну, пассивка с двойной автоатакой. Поэтому два лайфстил предмета. Ну, может быть, кстати... А, нет, QSS он уже не сможет сделать. Он же через БФ сворт пошел. Как я хочу сказать, может быть, он QSS возьмет, там тоже лайфстил есть. Но он заранее его уже пропустил. Скорее всего, это будет инфин... Опа! Это что за дурацкий врыв? Хотя, если он получится, это будет отлично. И он получился, ребят! Сожрали с МД! До того, как тут успел даже флэш нажать. Хотя он, раз нажал ульту, значит, мог нажать и флэш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Реально, ребят, проблема. Шримп может поиграть с Майт Войну, но его зонит здесь Хаузер. Хаузер, знаете, такой как патруль. Помните фильм «Робот полицейский»? Там вот был такой двунок, или как они там назывались? Утконоги. Цыпленок, цыпленок. Я помню, в версии какого-то фильма его цыпленок называли. Вот такие цыпленки были, которые робота полицейского в первой части расстреливал. Во второй части он тоже вроде бы был, если я правильно помню. И вот он сейчас как патруль такой ходил туда-обратно и не давал Шримпу, Джарвану туда подойти. Но сам Дэй ничего не успел нажать. Танковости ему не хватает. А подождите, а почему он Гаргулью не нажал? Гаргулью нажимается даже в контроле. Я про Гаргулью не совсем понял. Робоцип. Не, Робоцип это пародия. Кто не знает, интернет ролик есть, пародийный. Робоцип он называется, по-моему, да? Как раз вот... Я просто не уверен, как он называется. Я знаю, что исполнитель его Робоцип про Звездных Войн очень забавный. Особенно если тематика Звездных Войн вам недалека. Хотите, если она вам недалека, вы об этом уже знаете. Но давайте посмотрим на Жора. Команда ТСМ забирает его без боя. Робот-полицейский это Робокоп? Да. Робокоп это Робот-полицейский. Все верно. Думал, сейчас зайду, посмотрю Лигу. Самое интересное, тут БО-5, походу, да? Зайду, посмотрю третью игру. Самое интересное, тут БО-5. Да, тут БО-5, но, по-моему, это конец. У ТСМа все еще есть двойной баф на Элдер Дрейка и стандартного. Комментатор Рейл Санк. Так, ну это да, стандартное сообщение, к нему мы уже привыкли. Ребят, я уже говорил, у них там не так все плохо. Я тут пару раз заходил, не так все плохо, можно даже жить. Хорош, это подкидывание под Риану дает, но вышку-то не сломали. И хороший хук сейчас, W на КД, у Дабл Рифта, но воспользоваться этим не получится, потому что там двойной баф. И на Шор баф дает им статы хорошие, и одновременно с этим дополнительный урон от Дракона. Надо как-то вот потерять этот ингибитор и потом сделать врыв. Вот как-то так, мне кажется, лучше всего сыграть с командой Дигнета, спровоцировать большие потери для команды ТСМ. Но получится, что они потеряют один ингибитор и не попадают Адриан Хуком. Все пошли на рекол, закупились, но им будет минус два ингиба без боя. Да, три инги, три инфернала, три игры подряд, по-моему, да? Три инфернала раздают нам в этой встрече. Просто все отдают. Я тоже такие игры не люблю, ребят. Но это, знаете, это ситуация, где они не виноваты. Я вот про лягушку вспоминал не зря, потому что у них сетап сам по себе слабее команды ТСМ в лейте. И любое преимущество ТСМ в лейтгейме умножает их преимущество в игре. То есть там преимущество Дракона сейчас было, преимущество Нашора было. Они совсем страшны, к ним подходить даже нельзя. Поэтому у Дигнета вынуждены были отдать это все. Я надеялся, что они ворвутся как раз после этого, но они не успели. Мы пошли на фонтан, пока с фонтана выбежали, уже все закончилось. Не успели. Послушал, как ты расскажешь про Доту, будто она хуже, чем Лол. Во-первых, где я такой рассказал, что она хуже, чем Лол? Ты, видимо, в уши долбишься, потому что я такого никогда не говорил. И Интернешнл с удовольствием смотрел, я с удовольствием сравнивал игры. Хорошая игра Дота, абсолютно. Советую тебе играть в нее? Конечно, не буду. Но это мемасик, если ты не понял. Ой, как вообще ты там оказался? Ты что? По-моему, это стало сенсацией не только для меня, что там оказался Моукай. Хороший хук Адриана, но куда делся танк? По лицу Самдея видно, что он уже пишет в общий чат ГГВП. Финальный олэн от команды Дегнитас, но вся их команда мертва. Остался только Кейни. Кейни парочку еще выстрелов сделал, но погибли. Просто что это было? Он с флеша нажал W в Кагмава. Давайте я повтор посмотрю. Просто не уверен, что там произошло. Сейчас мы с вами увидим повтор того, что там произошло. Что, у меня в советах нет? У меня вот в советах... Я на ютуб включил, потому что здесь можно перематывать назад. Так, чуть вперед. Еще чуть вперед. Они на рекол пошли. С реколы идут по низу. Еще чуть по низу. Вот где-то здесь сейчас это будет. Давайте качество получше поставим. Чтобы вы там сразу, наверное, уже почувствовали, что качество немного не то. И сейчас будем с вами смотреть, что натворил Моукай. Во-первых, что есть у команды Дигнитос? Есть абсолютно все. То есть, кроме флеша Шримпа. Здесь тоже все есть. Они должны знать по логике. Давайте смотреть, что Самдей сейчас делает и почему. Вот Самдей бегает. И он принимает решение. Адриан не попал Хуком. Он должен это понимать. Он видит, где Альтек стоит, что за зонен Кинни, за ульты Бьорксона сейчас. И дает спелл. Он нажимает флеш. Прыжок Бьорксона. Давайте посмотрим на реакцию его команды в этот момент. Кто где стоял? Адриана с Диамедлили. Эти два игрока за зоненной вышкой. Шримп вроде как с прыжком. Но реакция Шримпа просто через неделю. Не, это он сделал сам, ребят. Это просто индивидуальный какой-то плейс. В надежде, что чудо какое-то произойдет. Но какое-то чудо может произойти. Но это глупо. Глупо, конечно. То есть вы играете вместе. Он должен был просто сказать команде. Чуваки, я попытаюсь ворваться в Бьорксона дабллифт. И пока они меня будут убивать целых 0,3 секунды, вы врываетесь вместе со мной. Вы видели даже по реакции, что никто из команды Дигнитес даже не дернулся туда. Не говоря о том, ребят, что у них есть киневская ульта, которая может отзонить убегание сбоку. У них есть трэш, который может сделать сам флэш-хук Ешку. И его смерть не будет такая страшная. Он успеет дать флэш-хук Ешку ульту и умрет. Ну и хрен с ним. Как бы больше он нам и не нужен в этом тимфайте. Не знаю. Ну, контракт наверняка с ним подпишут после этой игры. Someday, шучу. Конечно же, никто не подпишет. Просто, ну, тельтовый такой врыв. Авось что-то получится. Знаете, там бывают такие моменты. Зазевается керри оппонентов. Ты его перекидываешь, и все становится хорошо. Но не тут-то было. Топ-2. Сейчас, секунду, ребят. Я просто боюсь, что там писюн какой-нибудь будет, честно, послан. Смотрите, я ошибался. Что это за сайт проверка на накрутку? Он так и называется. Проверка на накрутку. Чекботс. Да, это тот же самый сайт. Сейчас, ребят. Стрим по ЛЦС Америки закончился. Стрим по ЛЦС Америки.